В администрации городского округа Люберцы прошло еженедельное оперативное совещание. Руководители структурных подразделений и силовых ведомств подвели итоги работы за отчетный период. Подробности у нашего корреспондента. За прошедшую неделю в Люберецкую полицию поступило 2000 обращений граждан. По 24 возбуждены уголовные дела. Почти все преступления стражам порядка удалось раскрыть по горячим следам. Также было 160 ДТП с четырьмя пострадавшими. Личный состав Владимира Михайловича работает в усиленном варианте несения службы в связи с теми, что были выпускные вечера. Погода была хорошая. Очень много граждан отдыхает на наших прудах, озерах, парках. Ну и готовимся к другим общественным мероприятиям, которые пройдут в районе. С 3 по 11 июля подразделения пожарно-спасательного гарнизона выезжали по сигналу тревоги 46 раз. Бороться с огнем пришлось в трех случаях. Все пожары обошлись без пострадавших. 4 июля в 13 часов 13 минут по адресу Люберца-Краскова, улица 2-я Заводская, происходило загорание металлического контейнера. В нем находился мазут. Контейнер частично был вкопан в землю размером 15 на 2. Происходило общее загорание мазута на общей площади 30 квадратных метров. Аварийных отключений по линии ЖКХ не было. Все системы функционировали в штатном режиме. Чтобы предстоящий отопительный сезон также прошел без сбоев, в городском округе проводится большая работа по подготовке к зиме. Всего в городском округе Люберца будет подготовлено 2199 многоквартирных домов, 82 котельных, 27 водозаборных узлов, 283 километра тепловых сетей, 433 километра сетей водоснабжения и 396 километров сетей водоотведения. Также к отопительному периоду будет подготовлен запас топлива на котельных в размере 534 тонны. В округе в плановом режиме продолжается ремонт подъезда в МКД. Большой объем работ запланирован и по части благоустройства. До конца лета завершится обустройство новых пешеходных зон рядом с шестью железнодорожными станциями. О том, что сделано и что предстоит сделать, на оперативном совещании доложили также представители управления дорожного хозяйства, транспорта и спорта.